Хейтеры и Навальнято. Лёша Навальный и Иуда, предатель Родины и преступник. И англосаксы тут же подхватили, тут же убил Путин, убил Навального, да он ничем не мешал, наоборот. Он сидел в зоне, если б не сидел, его б сами англосаксы давно сакральной жертвой сделали бы, чтобы обвинить Путина. Задумайтесь, те, кто не за бабки, хейтеря, какой смысл за месяц до выборов убивать вашего героя? Какой смысл? Тайные переговоры вела администрация президента с англосаксами обменять Иуду на нашего героя, который в Европе замочил в сортире террориста. А Лёше Навальному не нужно было прививки делать в Файзер, а то он топил за барановирус, за пландемию, в масочке ходил, других призывал. Вы б сейчас, да и народ российский, сидели бы по баракам ковидным, и мало бы не показалось. Владимир Путин обменял маски на каски и англосаксы что-то не жужжат вообще о том, что Ассанж посажен журналиста американского на окраине, в Украине. Запытали до смерти. Молчат звездорасты. Молчат. И вы молчите. Так вот лучше молчите. Потому что я говорил и повторяю. Вы все на крючке. Товарищ Сталин вообще бы вас грохнул. И Лёшу тут же бы грохнул. А здесь его спрятали от убийства сакрального, которое бы совершили англосаксы, чтобы обвинить Россию и Путина. Так что кляп себе засуньте и покайтесь, пока не поздно. Понятно? Объясняюсь. Слава Руси единой и неделимой. А сейчас мы в Европе. Так значит нужно открыть те скрепы, контролируя. Наш русский Христос это князь Ярополк. Это последний князь империи. Сын Святослава Великий, которого убил князь Владимир или его люди. Неважно. До тех пор, пока не будет покаяния. А что такое покаяние? Это пересмысление. Ребята, откуда идут проклятия родовые закупорки? Оттуда, когда 25% населения вырезал Владимир, заставляя верить в Христа, который сказал не убить. Нет, вот очень удобно и совершенно безопасно говорить о делах очень прошедших. Почему? Я сейчас говорю. Вот говорить о нынешней ситуации. Вот был упомянут Волошин, был упомянут Крым. Мне интересно, что громадянин Украины думает насчет тезиса «Крым наш». Значит, я сказал это сразу «Крым мой». И каждый, каждый, осознающий себя интеллектуалом и игру, говорит «Крым мой». Ребята, в чем проблема? Какой Крым наш, Крым ваш, Крым мой? Это каждый может приехать или что? Вообще, 21 век, мы все земляне. На нас смотрят другие цивилизации, смотрят мы как дети в песочнике, которые мочат. Почему? Почему? Ну, какой? Ну, мне хочется понять отношения конкретно. Отношения конкретно? Я еще раз говорю, в этой игре определенными игроками, которые продали Украину и имеют идею справедливости, мести, ибо в правом секторе внуки СС, внуки, которые хотят взять реванш, которые обижены на чекистов, есть предки и так далее. Правый сектор – это всего несколько процентов. Есть справедливость и есть месть. В Украине сегодня нет Христа. И здесь ногой, блять!